Повтори еще раз! Нам нужно уговорить начальника полиции казнить вместо Клода Хаулин. И не через расстрел, а с помощью электрического стула. И что мы получим в итоге? Почему бы тогда просто не шарахнуть Хаулин током? Каспи рассказала, что единственный способ вылечить Хаулин, это уничтожить тела вируса в ее крови. А сделать это можно только с помощью мощного разряда тока. Электрический стул прекрасно подходит. Ведь мощность тока можно регулировать и быстро отрубить. Иначе мы можем убить ее. Это все похоже на бред сумасшедшего. Миранда сказала, что начальник полиции хочет всех нас выгнать или убить. Где гарантия, что мы успеем вовремя отрубить ток и Хаулин не зажарится? Гарантии нет, как и других шансов. Миранда вроде собиралась в лабораторию Шаары поискать улики против нее. Какие там могут быть улики? Там все разлетелось в дребезги. О, сами пришли сдаться в уроки правосудия. Ваше правосудие больше похоже на беспредел. У нас есть предложение, господин полицейский. Я весь во внимании. Наша сестра тяжело больна, ее не спасти. Мы предлагаем обменять ее на нашего брата, чтобы ее казнили вместо Клода. Вам ведь просто страху нагнать надо, верно? А так вы и силу покажете, и ребенка от мучений избавите. Хм, а что мне за это будет? Жив останешься. Только попробуй отказаться. Я клянусь, выгрозу тебе кадык и скормлю твоей жене на ужин. Ты не в том положении, чтобы угрожать! Да ты что? Если ты не заметил, я стою в шаге от тебя. И мне не составит труда напасть прямо сейчас. Ладно! Я понял. Действительно. Нет разницы, кого казнить. Главное, чтобы остальные монстры боялись. Думаете, расстрел кого-то напугает? Быстрая и легкая смерть. Не зрелищно. Вот электрический стул смотрелся бы круто. Вы предлагаете мне спалить вашу сестру на электрическом стуле? Вы и вправду монстры. Мы не предлагали. Клодия шутит. А мне нравится эта идея. Тогда все точно будут бояться. Значит, договорились? Я согласен. Ведите свою умирающую, Адама вашего брата, и вы свалите из города. Навсегда. Поняли, поняли. Человечешка, ты отвратителен. Хаулин, тебе нужно что-то поесть. Тебе нужны силы. Скажи честно, Твайло, я умру? 50 на 50. Какая радужная перспектива. Тебя спасти проще, чем наказать жителям города то, что вируса нет. Миранда обещала, что поможет доказать. Кто там? Здравствуйте, тут заказное письмо для вас. Кто это? Почтальон. Кто-то мне письмо прислал. Я знаю, что это труслевый поступок. Я знаю, что вы будете ненавидеть меня до конца жизни. Простите. Олег в ателье Шиара я не нашла. И меня охватила паника. Как вы уже могли догадаться? Это я поставляла ей зверушек для опытов. Шиара сказала, что если добьется успеха, мы обе прославимся. Я так хотела стать знаменитой и влиятельной. Я таскала зверей из зоомагазинов. А когда я попыталась выкрасть пару из животного уголка нашей школы, меня засекли и выгнали, недавно учиться. Я разозлилась и в отместку пустила слух о незаконных опытах Шиары. И я только сейчас поняла, что сама своими руками науськала эту смею на вас, вульфы. И вот я убегаю, трусливо поджав хвост. Простите меня, пожалуйста. Миранда. Тварь! Она еще хуже этой гадилки! Успокойся. Ее тоже можно понять. Наверное. Хаулин! Ну, мы смогли договориться с этим уродом. Собирайся, Хаулин. Как вы планируете вовремя отрубить ток? Ведь вас туда не пустят. Не бойся. Мы не позволим тебе зажариться до смерти. А сколько времени нужно? 12 секунд. Не больше, не меньше. А ток пускают на минуту. Надо вовремя отключить рубильник. Знать бы, как нам пробраться к этому чертовому рубильнику. А я на что? Не забывайте, я могу пройти спой стену. Кажется, я обречена. Вот, отпускай нашего брата. И без глупостей. Я свое слово держу. Вали, мохнатый. Надеюсь, больше не увижу тебя. Что вы задумали? Клодия? Потом расскажу. У вас сутки, чтобы убраться из города. И да, на казнь вам нельзя. Чтобы не предприняли ничего глупого. Охрана! Валим. Нас предсказуемо не пустят на казнь. Что делать? Каспера отрубит ток. А дальше что? Как мы вытащим Хаулин? Мне кто-нибудь объяснит? Потом, Клод, потом. Я веду прямой репортаж из городской тюрьмы Салема. Прямо сейчас, тут, на ваших глазах совершится казнь зараженного оборотня, убившего пятерых человек и трех монстров. Господин начальник полиции. Говорят, вы лично поймали этого оборотня. Да, именно я. А не скажете ли, почему расстрел сменили на электрический стул? И почему вместо Клода Вульфа казнят его сестру? У нас есть доказательства, что Клод выгораживал свою больную сестру. Чего же вы хотите добиться, показывая казнь в прямом эфире? Я хочу, чтобы каждый монстр знал свое место. Это переломный момент в жизни Салема. Сегодня многие монстры наконец поймут, что они не могут мирно сосуществовать с людьми. В чем дело, Каспера? Я не могу пройти сквозь стену. Что-то мне мешает. Кажется, вдоль стен расставили что-то отражающее. Призраки не могут пройти сквозь отражающее поверхность зеркала. Она отбрасывает их, как свет. Что? Хаулин, нет! Видите смертницу? Хаулин, откройте! Пустите меня! Там охрана! Они тебя застрелят! Не стоять же здесь! Не ждать, пока Хаулин умрет! Пускайте ток! Чего? Я ведь расставил защиту от призраков! Охрана! Давай! Скажи, что все это неправда! Скажи! Не понимаю, о чем ты! Скажи, что вируса нет! И я тебя убью! Мне нечего терять! Ладно, ладно! Уважаемые жители нашего города! Я начальник полиции! Подстроил эпидемию волчьего безумия! Я хотел выгнать оборотни из нашего города! Уличка! Сенсация! Никто из нас не ожидал такого расклада! Мы зря боялись все это время! А чего это ты вернуться решила? Классная прическа, кстати! Сменила! Сразу после того, как решила бежать! Но оказавшись на границе города, я подумала, что если я убегу, то лично распишусь в своей убогости! Ох! Я называла тебя гораздо более плохими словами! Теперь можно и поспать! Что там с начальником полиции? Его сперва посадить хотели, но потом решили просто выгнать из города! Слишком мягкое наказание, на мой взгляд! Останки шара отправили в медцентр, чтобы использовать в создании нового крема! Но хоть после смерти она стала полезна для мира! А теперь, внимание, вопрос, дорогие знатоки! Наш портрет уничтожен! Что будем дарить маме? Упс!